Иглинского сыродела и коровьего молока. Джуманали Декамбаев также планирует расширить производство, создав на базе КФХ сельскохозяйственный потребительский кооператив. 31 августа министр промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан Алексей Карпухин проводит выездной прием граждан в Иглинском районе Республики Башкортостан по адресу село Иглино, улица Ленина, 58, с 14 до 16 часов. Запись на прием будет проводиться 29 и 30 августа по телефону 8 347 95 2 10 35. 25 августа в Уфе прошла традиционная осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Самый популярный продукт на этой ярмарке – мед. Он является одним из брендов Иглинского района, где проживают более 600 пчеловодов, многие из которых известны и за пределами Республики. Всего Иглинцы привезли около 10 тонн продукции. Из них по 3 тонны картофеля, лука и меда. Кроме того, они порадовали гостей ярмарки концертом, на котором выступали артисты районного Дома культуры. Сезон ярмарок открыт, они продолжатся до поздней осени. Мировой судья по Благовещенскому району вынес приговор в отношении 25-летнего местного жителя. В суде установлено, что в августе 2016 года обвиняемый организовал регистрацию двух фирм на подставных лиц в целях последующей перепродажи компаний. Сначала он пообещал двум односельчанам помощь в трудоустройстве. Затем предложил выступить учредителями собственных компаний, скрыв от них свои преступные планы. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 108 тысяч рублей. Акция «Тест на ВИЧ» экспедиция пройдет в офис 5 по 8 сентября. Она направлена на информирование граждан по проблемам ВИЧ и СПИДа. Мобильные пункты сделают остановки в 120 городах. Желающие смогут пройти анонимное тестирование бесплатно. Также специалисты ответят на интересующие вопросы. В течение трех дней в столице любой желающий сможет посетить эти пункты. 6 сентября акция состоится на гостином дворе с 10 до 18 часов. А 8 сентября на территории торгового центра «Лайфстайл Башкирия». Журналисты Республики приглашают к участию во Всероссийском конкурсе средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «Смиротворец-2018». Конкурс проводится Федеральным агентством по делам национальности в рамках программы «Реализация государственной политики». Всего предусмотрено 6 номинаций конкурса. Полную информацию можно найти на сайте гильдии межэтнической журналистики. Церемония награждения победителей состоится в Москве 22 ноября. 27 августа прошло очередное оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств. Участники совещания обсудили готовность системы образования Республики к новому учебному году. Общее количество учащихся общеобразовательных организаций составит около 480 тысяч человек, что почти на 13 тысяч больше, чем в 2017 году. За школьные парты сядут 53 тысячи первоклассников, примерно на 700 человек больше, чем в прошлом году. Торжественные мероприятия, посвященные Дню Знаний, пройдут в Республике 1 сентября, а первый учебный день будет 3 сентября. Заявка хоккейного клуба «Салават Юлаев» на отчетный матч оказалась достаточно неожиданной. В игре с нижнекамцами не принимала участие большая группа игроков основного состава. Свой шанс проявить себя получили молодые хоккеисты из Толпара и Тороса. Основное время матча завершилось в ничью, как и овертайм. Победитель игры определился в серии буллитов, где мастеровите оказались уфимцы. 30 августа в Уфе на стадионе «Нефтяник» состоится исторический матч. В раунде плей-офф Лиги Европы УЕФА наша команда ФК УФА встретится с легендарным британским клубом «Рейнджерс». Команда Стивена Джерарда в первом матче на «Айрбокс-стадиум» взяла верх с минимальным счетом 1-0. В ответной игре уфимцам нужна только победа. На кону выход в групповой этап. Клуб «Молодость души» приглашает людей старшего возраста на вечер отдыха в кругу друзей. Он состоится в районном Дворце культуры 29 августа в 19.00. Гостей ожидают теплые посиделки, обсуждение свежих новостей и воспоминания былых лет. Бывшего заместителя директора компании Уфалайн признали виновным за убийство. В 2017 году представитель крупной транспортной компании решил проблему с взорвавшимся партнером самым радикальным образом. В суде установлено, что с 2015 года потерпевший помогал трудоустраивать фирму иностранных граждан на должность водителя маршрутных автобусов. В 2017 году он запустил свой автобусный рейс по маршруту Уфа-Языково. Он совпал с маршрутом компании Уфалайн. Узнав об этом, замдиректора компании назначил предпринимателя встречу на парковке. В автомобиле он ударил жертву ножом в грудь и покинул место преступления. Пострадавший пытался позвать на помощь и выбраться из машины, но вскоре скончался. В итоге обвиняемый получил 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он обязан выплатить родственникам убитого полтора миллиона рублей. Сам обвиняемый свою вину так и не признал. 30 августа в парке имени Мажита Гафури пройдет семейный вальс. Новый проект от компании Уфанет. В парке все ждут танцы под музыку Духового оркестра Городского дворца культуры. Уфимский коллектив исполнит произведения советских, российских и зарубежных композиторов. Для детей будет работать площадка с игровыми аттракционами, а для ценителей творчества – картины, галереи и фото-выставка. На литературной площадке прозвучат стихи именитых поэтов. Встречать гостей праздника будет группа Magic Five. Танцевальные мастер-классы станут изюминкой мероприятия. Под финальную композицию оркестра все гости праздника объединятся в танцы. Семейный вальс от компании Уфанет состоится в парке имени Мажита Гафури 30 августа. Начало в 19 часов. 24 августа межрайонный центр «Семья» провел очередной семейный выходной в селе Кушнаренково. В преддверии нового учебного года в рамках семейного выходного прошла республиканская акция «Выбираем полезный досуг». На ней представители учреждений дополнительного образования провели презентацию кружков и секций. Также на мероприятии подвели итоги акции «Помоги собраться в школу детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации». Им вручили наборы скан с товарами. Совершился праздник развлекательной программой для детей. День в истории 29 августа 1885 года Готлиб Даймлер запатентовал велосипед с установленным на него двигателем внутреннего сгорания, как повозку для верховой езды с керосиновым двигателем. Его сын воплотил эту идею в жизнь. Он сделал велосипед с деревянной рамой и ременной передачей, массой 50 кг, с одноцилиндровым бензиновым двигателем, рабочим объемом 264 кубических сантиметра и мощностью 0,5 лошадиных сил. Двигался мотоцикл со скоростью 12 км в час. Международный день действий против ядерных испытаний утвержден на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2009 года. Впервые он проведен в 2010 году. С тех пор ежегодно к этой дате в разных странах приурочено проведение различных согласованных мероприятий. Дата, отмечаемая 29 августа, призвана активизировать усилия ООН, государств мира, межправительственных и неправительственных организаций в деле прекращения ядерных испытаний. В преамбуле резолюции Генеральной Ассамблеи подчеркивается, нужно положить конец ядерным испытаниям с тем, чтобы предотвратить их опустошительные и пагубные последствия для жизни и здоровья людей. В народном календаре на этот день выпадает третий спас. Спас нерукотворный. На Руси в этот день селяне усердно молились Богу, а затем женщины отправляли мужей на поля с хлебом и солью. На телегу клали три снопа, а поверх них укладывали мешки с зернами, предназначенными для посева. Также третий спас назывался Ореховым. К этому времени в лесах созревали орехи и начинался их сбор. Еще про этот день говорили. Третий спас – хлебоприпас и пекли караваи из нового урожая зерна. О погоде. В Благовещенске 29 августа ночью температура воздуха плюс 11 градусов, днем 24 выше 0. В Чешмах ночью плюс 10, днем плюс 24. В Иглино в среду ночью температура воздуха плюс 10 градусов, днем 24 выше 0. В Кушнаренково 29 августа ночью температура воздуха плюс 10 градусов, днем 24 выше 0. В Кармаскалах ночью плюс 10, днем плюс 24. В Языково в среду ночью температура воздуха плюс 10 градусов, днем 24 выше 0.